О кадровых изменениях в администрации города доложил заместитель мэра Анапы Олег Костенко. На должность начальника управления капитального строительства назначена Ольга Нечитайла. Руководители управления муниципального заказа Иван Кочетов и управления экономикой и инвестиций Евгений Приставко уволены по собственному желанию. О криминогенной ситуации в городе за неделю отчитались правоохранители. Проверены 72 иностранных гражданина, 29 привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России. По детскому краевому закону 1539 проведены 105 рейдов. 24 родителя ответили по закону за правонарушение своих несовершеннолетних чад. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина напомнила, в Анапе с 19 по 23 мая пройдет неделя финансовой грамотности. Представители ведущих банков и страховых компаний Краснодара приедут в город-курорт для консультаций и мастер-классов с целью повышения грамотности специалистов в специфических сферах. Под угрозой срыва действий в Анапе программы по обеспечению жильем детей-сирот. Первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая напомнила об ответственности за бездействие и халатность чиновников. Я обращаюсь к начальникам управления. Вы не должны быть диспетчерами или курьерами. У вас должно быть видение, представление, как вы будете исполнять ваш подчиненный, ваш специалист, ту или иную задачу, механизм. Вообще полное отсутствие. У нас взглянет пустота на большинство. Дисциплинарные высказывания и, как крайняя мера, увольнение грозят чиновникам за невыполнение обязанностей в сфере благоустройства. Вчера я отправляла помощника по своим улицам, которые закреплены за моими службами. Моему сожалению, казалось, что не все так хорошо, как был бодро всем чиновникам. Сегодня до конца дня. Если у него и порядка, а он будет, я уверен. И раз в неделю, меня представлен человек, будет объезжать, садовляв ими нападывать и брать. Молча расстаемся со служебными обязанностями. Руководитель структур. Независимо, хоть снипедии волгу. Потому что, прежде всего, даю уважение к себе, главе и населению. Главам сельских округов рекомендовано в течение рабочей недели навести порядок на ярмаках, привозах и рынках. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков категорично потребовал реализовывать продукты и промышленные товары раздельно. Отделите, где будут стоять продукты и где будет стоять промышленная группа. Потому что у нас так, стоит промышленная группа, тут матрасами торгуют, тут рыбой торгуют, тут галошами, тут мясом. Благоустройство Анапы на постоянном контроле мэра Сергея Сергеева. Основные задачи – озеленение, подсветка и дорожные работы. И в преддверии главного в нашей стране праздника – Дня Победы, задача для всех руководителей торговых и коммерческих предприятий – украшение фасадов зданий, соответствующей символикой. Праздник должен пройти на высоком уровне.